Вахит Имамов обращается к зрителям через телеэкран. Он считал и считает. Каждый татарин должен знать историю своего народа, гордиться своим родом и нацией. Таким он был всегда. В этом году отмечает свое 70-летие. Для меня это еще не рубеж. Останавливаться не собираюсь. Буду продолжать свой творческий путь. В планах писать и писать. В зале татарской интеллигенции коллеги, почитатели творчества и юбиляру вручают благодарственное письмо от Ментимера Шаймиева. Раскрывая своим пером глубокие пласты истории татарского народа, учьте нас брать с этого пример. Несмотря на жизненные обстоятельства, вы всегда верны себе и своему слову. В самые сложные годы ваши смелые высказывания помогли объединению народа. Театрализованные постановки «Жизненный и творческий путь» Вахита Имамова. От поступлений в Казанский университет на факультет журналистики до обсуждений первых трудов с наставником Мухаммадом Макдеевым. Здесь же период работы на заводе. Назначение руководителем набережной Челнинского отделения союза писателей. Позже главным редактором газеты «Медани Жемга». Вахита Имамов автор почти трех десятков книг. За исторический роман Утла-Долла был удостоен государственной премии имени Габдулы Тукая. Произведения полны любви к родной земле, они отражают судьбу народа. И он действительно борется за сохранение национальной идентичности, за обогащение культурного наследия татар, за будущее родного языка. Он словно взял в руки знамя народа и повел его за собой. Были разные времена, очень сложные, но он никогда не сдавался. Таких людей очень мало. Нам нужны такие личности. Мы следуем за ними. На творческих вечерах Вахита Имамов часто поднимает проблему изучения родного языка. Не стал исключением и юбилейный вечер. Здесь он признался, снижение числа носителей татарского языка сжигает его сердце. Алия Сабирова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.